всем привет дорогие друзья сегодня я в окружении своих баночек буду вам рассказывать все о моем уходе за волосами так что если вам интересно то оставайтесь со мной вот такой вот у меня сейчас цвет и буду начинать наверное с того что очень важным основным моментом являются расчески в общем расчесок у меня много и все они у нас вот такие вот это тангл тизер это подобие по моем тангл тизера но в общем все они работают по такому одинаковому принципу очень хорошо прочесывают волосы и не травмирует их что касается шампуней и бальзамов они у меня меняются каждый месяц как только у меня закончилась серия а мне хватает ее на месяц я покупаю себе что-то новое обычно это глискур либо это гарнир поэтому даже не показываю все все знают ставлю сейчас картинку чтобы вы поняли чем я пользуюсь месяц этим месяц другим чтобы не было привыкания волос покупаю разные коллекции глискур и принципе разные коллекции гарнира но мне эти две марки нравится на мне не хорошо работают в турции я волосы мою марка инекта мне на очень нравится и наверное это номер один что вообще мне нравится кондиционер и шапунь от инекта кокосовая серия тоже ее вам вставлю будете в турции обязательно себе купите потому что эта марка для меня этот шампунь вообще номер один для моих волос мои волосы супер мягкие после этого ухода что касается красок то у меня три краски которыми я крашусь это лореаль это полет и этого латон в общем вот такой вот у меня сейчас оттенок волос не знаю видно вам или нет пользуюсь я тремя потому что в турции довольно таки сложно найти краски и бывает вот эту краску я вообще не могу найти кстати мне посоветовал подруга без нее я бы эту краску никогда в жизни не купила она дает очень-очень пепельный оттенок и волосы получаются такими супер-супер мега пепельными это 0 3 оттенок вот такая краска и следующие две краски это краска полет и эта краска в латон у нас турции довольно таки огромные проблемы с белыми красками и можно не найти но вот эту кстати полет я практически всегда могу найти волосы в латон называется в турции к листон вот в общем пользуется либо в латон 12-01 она дает тоже очень-очень сильный такой пепельный оттенок либо палет а10 жемчужный блондин раньше она была 10.2 вот такие краски вот эти три краски которые ему показала именно имя я добиваюсь и такого пепельного оттенка я очень люблю такой оттенок всегда все краски которые я смотрю обязательно должны уходить такой пепел красивый Мне очень нравится, когда волосы прям холодные. Сейчас это очень модно, популярно. И у всех девчонок, с которыми я дружу, общаюсь, у всех такие волосы. Если вы посмотрите блогеров из Америки, из Новой Зеландии, из Австралии, из самых популярных девчонок, то вы посмотрите, что у всех девчонок именно пепельный крутой оттенок волос. Поэтому пепел – это всегда модно. Уходите от желтого, никогда не будьте желтыми блондинками. Желтой блондинкой быть очень некрасиво, дешево. И это такой, знаете, советский цвет волос. Все уже переходят на пепел. Это очень красиво. Но, конечно, нужно смотреть в зависимости от вашего цветотипа, какой у вас цветотип. Мне холодный очень идет. Вообще, холодный блонд, он очень круто смотрится. И, знаете, такой вот какой-то молодости вам дает. Потому что если вы желтая блондинка, все, пиши пропало просто. Покажу продукты, которыми я тонирую волосы. У меня есть два продукта. Один вот такой совершенно неожиданно я для себя открыла. Мне его подарила подружка. И теперь я его постоянно покупаю. Это шампунь No Yellow. Никакой желтизны. Шампунь Чекот белорусской марки Belita Cosmetics. Шампунь нейтрализатор желтизны. Это шампунь фиолетового цвета, который вы наносите, держите 5 минут и затем смываете. Очень хорошо нейтрализует любую желтизну. Поэтому мне нравится. Стоит копейки. Могу вам его посоветовать. И также у меня есть вот такие вот оттеночные бальзамчики, которые я для себя открыла у марки Palette. У них есть три вида. Платиновый, серебристый и еще какой-то, по-моему, пепельный. Вот я купила платиновый. Мне он очень нравится. Оттеночный бальзам. Вот такой вот. Который, в принципе, действует как шампунь. Он тоже фиолетовый. Наносите, держите и очень хорошо тоже нейтрализует желтый оттенок. Ваши волосы такие красивые, платиновые. Glisskur это то, что я обожаю и очень сильно люблю. Эта марка мне нравится. У них хорошие шампуни, у них хорошие маски, у них хорошие кондиционеры. Всегда на уровне. И у них вот эти очень крутые их спреи. Я их спреями пользуюсь, можно сказать, с детства. С 12, по-моему, лет я использую их спреи. И они мне помогают распутывать мои волосики. Поэтому я обязательно вам их рекомендую. Эти спреи я им пользуюсь после мытья. И волосы у меня потом хорошо расчесываются. Если я не использую этот спрей, то, к сожалению, мои волосы просто не расчешутся после мытья. Поэтому это обязательный момент. И ни в коем случае не экономьте на вот таких вот не смывающихся спреях. Потому что они делают очень большую работу. Они уплотняют ваш волос именно после мытья. Создают такую видимую плотность. Хорошо укладываются волосы. После них более наполнены. Так что если вы блондинка, то это обязательно. Дальше, конечно же, в моем уходе присутствует масло. И это сейчас масло от Гарнир. Масло, которое я повторяю постоянно. Мне оно очень сильно нравится. У меня есть их масло. Вот сейчас вам его даже покажу. Вот такое вот масло. К сожалению, оно не работает. Это выброшенные деньги. Поэтому, в общем-то, я его почти закончила. И больше не рекомендую его приобретать. А вот это масло просто супер. Оно очень крутое. Поэтому обязательно присмотритесь. Обязательно себе купите. Банка большая. И действительно, он хорошо работает. Этот уход. Вот. И вообще, мне у них очень нравится Гарнир Фруктис. Их банановая маска. Она работает просто супер. Сейчас она у меня уже закончилась. Но так она у меня всегда есть в моем арсенале. Так что завтра после этого видео я обязательно пойду и куплю. Запах такой нейтральный, приятный. Очень нравится это масло. Также у меня есть баночка Johnson's Baby. Вот такой вот спрей-кондиционер. Блестящие локоны. Очень люблю тоже этот спрей. Он, в принципе, легкий, детский. Им я люблю, кстати, увлажнять волосы, когда я летаю. Я просто его переливаю в маленькую баночку. И пырскую, когда я летаю. Вообще, когда вы летаете, неважно сколько часов, обязательно с собой возите термальную водичку и пырскайте на волосы. Либо какой-то спрей. Потому что волосы очень сильно высушиваются. Вот этот продукт вообще и для детей, и для взрослых. Очень приятный, хороший, легкий. Поэтому я обычно после Глескура или до Глескура немного наношу вот этого спрея-кондиционера. Мне очень нравится. И также у меня есть два продукта. Обязательно я всегда пользуюсь разными такими вот уксусами. Вот сейчас у меня вот такой белорусский, по-моему, уксус. Он мне, кстати, очень понравился. Уксус блеск для сияния волос. Эфирное масло и ланг-каланга. Масла здесь очень мало. Масла здесь в составе очень мало. Здесь в основном уксус. Вот. Поэтому вот такой продукт тоже вам могу посоветовать. Очень хорошо именно для блантинок, для брюнеток. Будет хорошо давать блеск волосам. Поэтому обожаю этот продукт. И когда уже нанесла все спреи, когда уже перехожу к укладке, перед укладкой я наношу за 5 минут вот этот спрей. Очень-очень круто. Потом дожидаюсь высыхания и делаю свою укладку. И у меня есть всегда в наличии какие-то спреи для кожи головы. Активные сыворотки. Либо такие травяные сборы. Я всегда их чередую. Покупаю разные. Вот сейчас у меня активная сыворотка от Шунгит фирмы. Против выпадения волос. Шунгит плюс кремнии. Вот такая вот марка. Это, по-моему, у нас... Что у нас? Россия. Российский бренд. Вот такой вот спрейчик, который я наношу на корни волос, распределяю и вот так вот немножко массажирую. Конечно же, я пользуюсь сухими шампунями. И я перепробовала уже очень-очень много марок. И в Турции, и в Беларуси пробовала разные. Конечно, раньше моим фаворитом был Батист. Но когда я открыла вот этот синий съез, я поняла, что круче синего съеза быть ничего не может. Поэтому, если вы еще не пробовали синий съез, то вам нужно его обязательно попробовать. Он у меня всегда есть. Я его даже иногда в Турцию привожу. Вот. Он очень-очень крутой. Хватает его надолго. И он дешевле Батиста в 2 или в 3 раза. И работает точно так же, даже еще лучше. Для меня очень важно, чтобы шампунь давал объем. Хороший, классный объем. У меня нет проблемы использовать такие шампуни, как именно шампунь. Я их использую для объема, для укладок на второй день. Вот, например, сегодня у меня первый день укладка. Завтра уже я буду на корне использовать вот такой вот сухой шампунь. Мне задавали вопрос касательно сухих шампуней, касательно различных масел. Я не пользуюсь маслом на кожу головы. Я наношу все масла на длину. Длина у нас начинается примерно вот отсюда. Вот, вот, вот длина пошла. Да, вот на эту длину я наношу кокосовое масло обычно. И держу его 40 минут, можно час, можно больше, потом мою волосы. Никогда на кожу головы масла не наношу. Кокосовое масло бесполезно наносить вообще, в принципе, на кожу головы, на кожу лица, на кожу тела. Почему? Потому что это комедогенное масло. Оно внутрь не проникает, оно остается на поверхности. Поэтому оно ничего не делает с кожей вашей головы. Если вы хотите, если у вас проблемы с волосами, можете использовать иногда репейное масло. Именно на кожу головы, да, на корни. Но обязательно делайте после него пилинги, да. То есть раз в неделю масло, раз в неделю пилинг. Вы должны понимать, что если вы наносите очень много продуктов на ваши корни волос, на длину, то, конечно же, всегда укладочные средства, все что угодно, всегда это нужно потом смывать и очищать вашу голову. Я делаю скраб головы примерно раз в месяц. Для меня лично это достаточно, да. Вот, я его делаю как? Просто морскую соль наношу на корни волос и просто массирую жесткой вот расческой. Любой можно взять расческу. И расческой вот так вот массирую, массирую, потом оставляю и потом его смываю. Мне один раз в месяц достаточно делать пилинг кожи головы. Если вы делаете масла на корни, то нужно обязательно делать чаще. Масло кокосовое для волос для своей длины я делаю обычно несколько раз в месяц. Но могу, в принципе, делать даже раз в месяц, потому что мне, в принципе, достаточно вот такого вот масла после мытья, которое наношу на влажные волосы. Девушка под моим видео задавала мне вопрос касательно того, насколько часто я пользуюсь шампунями, которые очищают волосы, очищающими шампунями. Если вы знаете, что такое очищающий шампунь, это шампунь, который все абсолютно убирает из вашего волоса. Такими шампунями нужно пользоваться только перед процедурами кератина и ботокса. В обычной жизни ими пользоваться не нужно, потому что вы ими вымоете всю краску, весь пигмент, все укладочные средства, абсолютно все. Поэтому такими шампунями пользуются ваши профессионалы, которыми вам делаются ваши процедуры. То есть они сначала перед кератином, ботоксом, вот мне мой мастер моет волосы таким очищающим шампунем, который просто все вымывает из моего волоса, чтобы потом далее заполнить его ботоксом или кератином. Дома использовать такой шампунь абсолютно не нужно. Что касается профессионального ухода, то с профессиональным уходом для волос я завязала абсолютно, потому что у меня просто какой-то кошмар идет на эти шампуни. То, что у тушения головы идет, то волосы как мочалка, еще ни один хороший профессиональный уход на мне круто не работал. Даже, ну вот не знаю, в последнее время тоже тестировала многие профессиональные новые марки, они, к сожалению, не работают. Поэтому я делаю тот уход, который работает конкретно на моих волосах. Не всегда профессиональный уход хорошо работает с вашим волосом. Мне очень часто, кстати, на эти профессиональные шампуни, они довольно-таки неплохо очищают кожу моей головы. У меня, в принципе, такой, знаете, ну, мне нравится, когда PH 5,5, например, у шампуня, да, то есть такого плана. Но, к сожалению, маски я не люблю профессиональные, но мне они не работают, ничего не делают, работают точнее так же, как и бюджетные. Самый часто задаваемый вопрос, Настя, как восстановить волосы? Очень часто пишут блондинки, что они перепалили себе волосы, что они не знают, как им восстановить эти волосы, ничего не помогает, кератин не помогает, ботокс не помогает. Дорогие мои, к сожалению, восстановить волосы невозможно, если ваше полотно, оно испорчено, да, если ваша длина, она испорчена и сушена, вам ничего не поможет. Все всякие умывашки, смывашки, спрейчики, какие-то вот такие вот масла, это все временный эффект, это все видимый эффект, как и, конечно же, макияж. Пока макияж есть, у нас идеальное лицо, как только макияж смыли, реальная картина. То же самое и с всякими вот этими продуктами, вы должны понимать, что это как макияж для ваших волос, волосы ничего не восстанавливает. Что лично мне помогло отрастить волосы, это ботокс, это да. Почему? Потому что до ботокса я выпрямляла, после ботокса мне уже выпрямлять не нужно. И укладки держатся дольше, и не нужно волосы тягать утюжком, то есть меня это спасло, и мне это помогло отрастить волосы. Если у вас прямые волосы, и вам, в принципе, не нужно их выпрямлять никогда, да, то, в принципе, может быть, и вам ботокс не нужен. Мне лично ботокс помог. Как он отработает на ваших волосах, я не знаю, потому что все зависит от мастера, от его квалификации, от продукта, на котором он работает. Как он эту процедуру делает, все зависит от этого. Я раньше делала кератин, кератин на мне вообще не работал, вообще не держался, вообще не работал. Потом я нашла себе мастера крутого, и вот делала у него ботокс 2 года, и я отрастила волосы именно у нее, и именно с ее ботоксом. Поэтому меня лично ботокс устраивает, вот, и мне лично ботокс помог. Поэтому попробуйте, ничего страшного не случится, если вы попробуете, просто попробуйте. Продолжение следует...